Всем привет! И сегодняшнее видео посвящено аксессуарам для масштабных моделей и речь пойдет о наборе газобаллонного оборудования в масштабе 1 к 43 от производителя Петроград. В первую очередь этот набор предназначен для небольших грузовых автомобилей марки Газель. Очень хорошо для этого набора подходят модели Газели и журнальной серии от издательства до Гастини. Также этот набор можно установить на более крупные грузовые автомобили и теоретически он подходит к некоторым легковым автомобилям, у которых открывается крышка багажника. И внутри багажника вы сможете разместить данный баллон. Что же касается самого набора, то он стоит 270 рублей. Выглядит он вот так, упакован в небольшом пакетике. Сюда входит сам баллон на 130 литров, его длина составляет 26 миллиметров, диаметр баллона 9 миллиметров. Также сюда входят два кронштейна для закрепления баллона к раме грузового автомобиля. Есть два вида крышечек, есть небольшие ремешки, которые сделаны методом фототравления для того, чтобы сам баллон закрепить на кронштейнах. И есть небольшая заправочная горловина. Единственного элемента, которого здесь нет, это заправочного шланга. Вам нужно будет сделать его самостоятельно. Для этого очень хорошо подойдут различные небольшие провода, возможно небольшие трубочки. На задней стороне есть производитель Петроград, также есть небольшая иллюстрация, есть код, по которому вы можете заказать данный набор. Но я думаю, что многие из вас, кто хоть раз в жизни занимался доработкой и улучшением вида масштабных моделей, знаком с этим производителем. У него очень много аксессуаров из фототравления. Некоторые из них я могу вам показать. Например, у меня есть набор фототравления для 130-го Зила, для автобуса Икарус, для автобуса Лиас, для автобуса Икарус Люк. Здесь, видите, есть декоративные элементы, шильдики, дворники, подложки под задние фонари. Также есть брызговики для грузовых автомобилей марки МАЗ. Ну и набор дворников для автомобилей ГАЗ-66. Другие наборы я показывать не буду, потому что они, в принципе, все похожи. Это дворники, шильдики. Я думаю, что многим из вас знакомы эти элементы. Ну, давайте посмотрим, еще состоит данный набор. Как видите, сам баллон и кронштейны выполнены из подкрашенной смолы. Вам не нужно будет их красить самостоятельно, просто вынуть из упаковки и установить на любую понравившуюся вам масштабную модель. Сейчас я вам покажу более детально каждый из элементов. Этот набор довольно редкий. Я сам его купил не с первого раза, но он иногда встречается в продаже в различных интернет-магазинах. Ну вот, первые элементы – это, видите, ремешки из фотоотравления, также заправочная горловина. Здесь есть также наименование производителя. Дальше у нас идет сам баллон. Как видите, довольно хорошее качество литья. Выглядит довольно реалистично. Дальше идут два кронштейна. Они полностью идентичны. Устанавливать их можно как вам угодно. Разницы нет. И есть два вида крышечек. Они особо не отличаются. Единственное отличие – это то, что на одной крышечке есть небольшие выступы, для того, чтобы ее можно было удобнее откручивать. Крышечка ставится на верхнюю часть баллона. Видите, здесь есть специальный выступ. Просто ее приклеиваете, и от нее уже введете заправочный шланг. Ну, я также сюда поставил три масштабные модели. На мой взгляд, к этим моделям наиболее хорошо подходит данный набор. Но, опять же, повторюсь, что вы можете установить его практически на любую масштабную модель автомобиля. Первая модель – это модель автоцистерны «Молоко». На шасси «Газель» из журнальной серии от издательства «Де Агастине». С правой стороны есть как раз место, куда вы можете установить данный аксессуар. Сюда к раме приклеиваете два кронштейна, и на них устанавливаете сам баллон. Как видите, он сюда идеально подходит. Сразу улучшает вид масштабной модели. Она становится более похожей на настоящий прототип. Я видел фотографии в интернете. У большинства таких «Газелей» стоит именно газобаллонное оборудование. Также, теоретически, вы можете установить этот набор на автомобиль «ГАЗ-53». Опять же, автоцистерна «Живая рыба», модель из журнальной серии. Сюда, опять же, вы приклеиваете кронштейны к раме, и на них устанавливаете данный баллон. Опять же, видите, вид модели сразу улучшается, она смотрится более интересной. И, опять же, модели с такими аксессуарами разнообразят вашу коллекцию грузовых и легковых автомобилей. И третья модель – это модель «ГАЗ-66». Здесь вам нужно будет убрать ящик и за место него вот таким образом поставить данный баллон. Я посмотрел в интернете, вот располагаются баллоны за кабиной. Ну, теоретически, вы можете также убрать топливный бак и снизу закрепить еще один баллон. Так что, вот такие замечательные модели, на которые можно установить данное навесное оборудование. Опять же, повторюсь, что теоретически вы можете поставить этот баллон в любую легковую машину, у которой открывается крышка багажника. Потому что в салон, я думаю, смысла ставить этот баллон особого не буду. Ну, в принципе, опять же, все зависит только от вашей фантазии. Так что, если вы увидите этот набор в продаже, то можете смело покупать. Набор стоит своих денег. Довольно интересный аксессуар, который разнообразит вашу коллекцию грузовых и легковых автомобилей. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видеообзорах. Не забывайте подписываться на мой канал. Вас ждет очень много интересных видео, посвященных не только масштабным моделям, но и настоящим старым автомобилям. Всем пока!